Ульяновцы обратились с вопросами и предложениями главе региона. Личный прием граждан провели в правительстве, и большинство заявителей подключались по видеоконференц-связи. Староста села Коченяевка Вишкаемского района Татьяна Андреевна попросила губернатора взять на личный контроль вопрос газификации села. Прокладывать газопровод начали в прошлом году, в этом должны закончить. Но жители опасаются, что к началу отопительного сезона строители не успеют. В населенном пункте проживают 166 человек. Глава региона заверил, что до 1 сентября работы должны быть завершены. Там с финансированием проблем никаких нет. Податчик работает, но мы его безусловно будем контролировать. И я поручу министра Черепана Александру Яковлевичу еще более детально этот вопрос взять на контроль. Жители Димитровграда волнует проблема с освещением. На участке дороги между улицами Гвардейская и Братская нет ни одного фонаря. Хотя рядом школа бокса, пожарная часть и магазины. Мэр Андрей Большаков рассказал, что техническое задание на устройство уличных фонарей готово. До 15 апреля подрядчик должен исправить проблему. Предварительно промониторили ситуацию. Там есть существующие опоры и необходимо установить 8 новых опор. Существующие опоры находятся в собственности частного лица. Мы с ним согласовали принципиально, что оно бесплатно дает размещаться. В общей сложности мы установим 8 дополнительных опор, 14 дополнительных светоточек. Сумма затрат составит 436 тысяч рублей. А вот жители областного центра интересует судьба школы искусств номер 2, которая находится на нижней террасе. Школьникам приходится заниматься в плохих условиях. Старое здание требует капитального ремонта. Как отметили в правительстве, работа начнется уже в этом году. Средства заложены по нацпроекту «Культура». Федеральные средства мы получаем в объеме 5 миллионов 179 тысяч. Прежде всего наше софинансирование всего у нас средств 6 миллионов 840 тысяч. Сейчас идет подготовка пакета документов для проведения конкурсных протидумов. Также к губернатору обратились несколько семей за адресной помощью на лечение и реабилитацию детей-инвалидов. С ними уже работают специалисты соцзащиты и Минздрава. Анна Тищенко, Улправда ТВ.